Люди добрые! Всем салют! Сегодня хотелось бы поговорить о двух способах установки стартера вместо пускача на МТЗ 8082. Первый способ отделан как мы, то есть ставим уже непосредственно плиту и маховик под стартер с полной заменой. Второй способ есть вот такая вот переходная плита, да, то есть она устанавливается уже на плиту отпускача. Поговорим, скажем, о всех достоинств и недостатках данной той или иной системы. Ну, достоинства вот этой системы могу отнести, да, это, скажем, ее дешевизну, то есть как бы плита и шестеренка бендиксов стоит в районе 2000. Вам, как бы, как говорят, не нужно раскатывать двигатель, да, там, ну, конечно, придется поковыряться, да, снять, потому что, как бы, пускать сам крепится изнутри, там, ключи либо какие-то выдумать, либо чуть-чуть маленечко раскатить трактор, да, и тут открутить это, то есть, ну, не нужно будет вам не менять и плиту, не маховик, но, есть одно но, которое в дальнейшем может привести к тем или иным проблемам, с которым столкнулись мы, ну, также, в принципе, я вам так скажу сразу, что овчинка выделки-то и не стоит, так что поехали. Итак, в чем же разница этих двух способов? Смотрите, вот, например, маховик под стартер, у него на венце зубья, то есть, вот видите, у них спил со стороны стартера, это сделано для того, чтобы шестерня бендикса спокойно заходила в маховик и запускался двигатель. У Пускачевского, у маховика, у него, получается, бендик заходит с другой стороны и спил у них с другой стороны. Также у него крупнее зуб, нежели чем у Пускачевского. Все это затрудняет, скажем так, вот эту шестерню, заход иотный, да, непосредственно в маховик. И бывают такие моменты, когда, например, она раз не попадает, и он чуть-чуть его куда-то подвинет, да, чтобы она ей полно... можно зайти, и он как бы пробуксовывает. Ну, скажем, из 10 раз заводок, да, там, один-два раза она может пробуксануть. Но самое главное, веселуха начинается зимой. Когда, например, у вас двигатель весь полностью холодный, масло в картере, там вообще, там, вязкое, и то есть ему уже тяжело будет прокрутить маховик, да, там, скажем, и он может вообще 5-6 раз пробуксануть, да, чтобы его чуть-чуть, маленько туда или на подвинуть, чтобы потом зацепиться. И вот это, скажем так, для зимнего, даже уже не то, что зимой, даже минус 5 у вас будет, и будет уже очень-очень тяжело запускаться. Скажем, когда вы ставите маховик под стартер, то есть она свободно заходит всегда и свободно прям крутит до последнего. Еще один момент при установке вот этой вот плиты, да, когда вы ставите ее вот сюда вот вперед, то есть впереди стартера, она имеет свою толщину. Соответственно, если вот сейчас приложить, то у вас получается шестерня бендикса, она где-то примерно наполовину только заходит в маховик. И, ну, как бы, ничего страшного, как бы она докрутит, единственное, что у нее получается вот здесь вот износ, соответственно, но сам опять же веселуха начинается зимой. То есть она и так-то с трудом зашла сюда наполовину. И такой вот момент, когда узнает, да, когда заводится, он вроде бы трактору зимой, ему тяжело, что он крутит, крутит, потом раз вроде так схватил, И обратно И в этот момент эта шестерина просто вылетает То есть в старте она как бы На половинку вылетит и обратно зайдет На половинку вылетит и обратно зайдет А здесь она просто вылетает и опять у вас получается Вы начинаете заводить И все равно двигатель еще ничего не нагретый Ей тяжело крутануть ее И так же она может быть там с 5-10 раза Дай бог зайдет И опять начинает крутить Опять он схватывает и она опять вылетит Но это очень и очень тяжело Завести зимой трактор Вот именно вот с этой плитой Его либо нужно прям прогревать Да даже никакой зимой я говорю еще раз повторюсь Это минус 5 это все это катастрофа ребят Это я вам честно скажу Но единственное есть такой момент Сейчас я вам раньше не был Сейчас шестерни продаются То есть они такие удлиненные Чтобы полностью заходил маховик То есть если будете менять именно таким способом То берите удлиненную шестерню Это будет в 100 раз лучше Также при замене с той плитой Не все скажем так стартера подходят Да вам нужно брать стартер Непосредственно такой Чтобы вот эту шестерню можно было поменять На некоторых ее менять нельзя То есть она как бы меняется полностью там Ну я так понял что вместе вот этим с корпусом Там сборе с редуктором Вот на данном примере здесь можно поменять шестерню Еще мужики упустил один такой момент Если просто поменять вот эту плиту Ну оставить скажем маховик пускачевский Он в диаметре меньше То есть соответственно У вас вот здесь вот будет между вот этой шестерней маховиком Да то здесь будет зазор Да она будет даже цеплять у вас не будет просто Также кто говорит Что можно просто поменять венец На этом скажем Ну на пускачевском маховике И поставить стартеры Тоже не получится Так как он просто в меньшем диаметре Где-то примерно ну сантиметр-2 Подведем небольшой итог Нашего сегодняшнего ролика Когда мы установили вот эту вот плиту Да на другом тракторе Произдили где-то год Летом как бы ребят Ну все ничего Да там 1-2-3 раза там затыкнется Он там за 10 Ну ничего страшного Но вот это вот качели все с зимой Да там то есть когда Какой зимой? Минус 5 это ему уже тяжело То есть он никак не может зайти в бендикс Он постоянно вылетает Он постоянно пропуксовывает И как бы заводка установилась мукой То есть блин Да лучше спуск о чем думали Как бы вот эти вот Посмотрели ролики да там Извесили все плюсы и минусы Да там да и лучше поскачать Хотели назад чуть-чуть не возвращать Но потом просто поменяли Поставили по-человечески Все сделали Поставили вот эту плиту Да поставили муховик Могу во-первых сказать сразу То что с такой заменой Любой стартер крутит лучше муховик Нежели чем с Пускачевским Не знаю с чем это связано Может быть из-за того что Там зубьев больше Но крутит он нам Этот же стартер будет у вас крутить намного лучше В начале ролика Относили получается К достоинствам Это то что он как бы Дешевизна Да то есть да это дешевле Но за год я использовали Стартер Мы просто выкинули Он когда после замены он крутил Но он так же становился где-то там Что-то он не протягивал Где-то он не вытаскивал То есть как что-то у него там подклинило Ему было тяжело Ну и мы приняли решение Что мы его поменяем И после того как мы поменяли стартер То есть заботы и бед Мы уже как бы не знали Что могу сказать Посоветовать опять же Если экономии Я сразу скажу Никакой здесь не будет у вас Вы просто будете мучиться Если вы трактор используете только летом Да пожалуйста В принципе способ Быстренько раз-раз Махнул Все готово Но если вы часто заводите зимой Ребят Не экономьте Старки Я советую только так Больше никак Ну на этом наверное все Всем спасибо за просмотр Всем пока Обнял Субтитры сделал DimaTorzok